МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры. Отец Михаил, если я правильно понимаю, краудфандинг, простыми словами, это практика сбора денег от населения для финансирования какой-либо деятельности. Если говорить про православную церковь, она ведь также существует на пожертвовании, не так ли? Я бы не подождествлял вполне краудфандинг современный с практикой церкви, просто потому, что мы не считаем своих жертвователей, которые помогают храмам, не толпой, а крауд – это толпа, не уж тем более населением. Это наши дорогие, любимые прихожане. Это члены церкви, которые содержат Дома Божие и делают это давно всем миром. Так раньше это и называлось – построить всем миром. И подобного рода пожертвования всем миром, они характерны не только для церкви. Когда-то в деревнях всем миром строили друг другу дома, когда-то скидывались больным на продукты или лекарства, когда-то поддерживали неимущих по очереди, давая им какой-то еды в тех же деревнях. Это все можно назвать современным словом краудфандинг. Но я бы все-таки был бы за то, чтобы в день русского языка употреблять скорее слово «благотворительный сбор». Благотворительный сбор с группой людей – это настолько вполне русское явление, что даже любимая нашей молодежью Википедия в качестве исторической иллюстрации к слову краудфандинг приводит в первую очередь строительство по подписке одного из храмов. Действительно, существовал такой феномен, как подписка на какие-то строительства благотворительных учреждений, не только храмов, больниц, богоделин, приютов всевозможных, училищ. Все это делалось по подписке. То есть собирался комитет благотворительный, как правило, из представителей купеческого сословия, дворянского сословия, уважаемых людей, которые сделали свои вклады в то, ради чего собирался благотворительный комитет или общество. И затем объявлялась подписка. Подписка могла быть местной, если дело шло о местных каких-то, и в посильных местным общинам строительстве или содержании какого-то учреждения. Или могла быть даже всероссийской. Крупные соборы, в том числе, например, Кронштадтский морской собор, в Кронштадте построен по подписке. Многие храмы и монастыри строили и обновляли, и реставрировали свои здания, в том числе памятники архитектуры по подписке. Для церкви пожертвование – это естественно. Ведь еще в Ветхом Завете сказано о том, что верующий человек отдает на Дом Божий, на храм, тогда храм был один в Иерусалиме, на храм отдает десятину, то есть одну десятую часть своих доходов. Это и есть, собственно говоря, тот самый сбор, на который и существовала и Ветхозаветная Церковь, и в принципе Церковь Новозаветная. Мы знаем, что апостольская община вообще предполагала первое время, что человек, вступая в эту общину, все свое имущество жертву апостольской общины на дело проповеди Евангелия Христова. Отец Михаил, так обобщая и переводя все на современный язык, можно ли сказать, что Православная Церковь сегодня занимается краудфандингом? Или все-таки нет? Православная Церковь, во-первых, древнейшая площадка, которую можно назвать краудфандинговой. Но кроме того, и сегодня Православная Церковь использует современные формы того, что мы называем краудфандингом. То есть и по интернету тоже? Да, действительно, вы правы в том, что для современного феномена краудфандинга является обязательным использование сети интернет. Наш отдел по социальному служению и благотворительности Русской Православной Церкви курирует очень крупный портал «Милосердие.ру», который является именно такой площадкой для сбора средств, где многие фонды, общероссийские фонды в том числе, проводят конкретные адресные сборы на помощь тем или иным больным детям, тем или иным больным людям, нуждающимся храмам, просто верующим людям, которые по тем или иным причинам нуждаются в подобных сборах. И эти сборы проходят через интернет. Портал «Милосердие.ру». У нас на радио «Вера», которое вы можете слышать, есть ежедневная, несколько раз в день повторяющаяся программа «Дело дня», где точно так же рассказывается о каких-то конкретных людях, которым нужна помощь, поддержка. И через смс платную, либо, опять же, зайдя на сайт того или иного фонда, можно сделать пожертвования в связи с конкретным человеком в его конкретной жизненной ситуации. Так что церковь собирает пожертвования, и в том числе методами современного краудфандинга тоже. А информацию, скажем, о сборах также публикуете на просторах интернета, на сайтах, да? Информация о сборах, прежде чем быть опубликованной, тщательнейшим образом проверяется, потому что это репутация церкви, это реноме, это доверие людей. Мы не можем с бухты-барахты, потому что много вокруг людей, которые приспособили краудфандинг в целях личного обогащения, мы не можем так просто сказать, да, пожалуйста, собирайте любой человек, что хочет, на что хочет. Мы должны проверить, так ли это. Поэтому, кстати, вот те люди, которые собирают вокруг храмов пожертвования с плакатиками, сейчас нынче даже выполненными на компьютерах, подайте там на лечение или на что-то еще, поэтому эти люди не идут в храм. Потому что вот эти вот красивые, в папочку подшитые ксерокопии, если их проверить вдруг, могут оказаться не совсем достоверными. Прежде чем оказать любую помощь в храме, человека, который просит о пожертвовании, просто проверят, посмотрят, а действительно ли нужно. И если такая помощь нужна, мы скорее отправим человека, который приобретет лекарства, который приобретет продукты, который посетит на дому человека. У нас есть сестры милосердия, например, здесь, в Пятигорске, при больничном храме, в Ессентуках, при больничном храме, которые навестят на дому, посмотрят на условия, подскажут, чем можно поддержать, помочь, и как правильно и грамотно распорядиться этой помощью, чтобы человеку она пошла на пользу. Отец Михаил, ну если с адресными сборами все более-менее понятно, немало людей, которые негативно высказываются по поводу того, что в храмах все за деньги. Свечи, молебны, отпевания, крестины, все, скажем, по прескуранту, причем в разных церквях цены разные. Куда идут эти собранные средства, на какие цели тратятся, и что делать, если человек пришел в храм, а денег у него просто нет? Все достаточно просто. В церкви никогда бы не было денег, если бы не было так называемых ценников, хотя это рекомендованный размер пожертвований. В церкви никогда бы не было и нужды в деньгах каких-то особых, если бы каждый православный христианин точно так же продолжал жертвовать свою десятину. Так называемые ценники – это поддержка для захожанина, которому неведомы нужны конкретного храма, который не знает о том, сколько составляет счет за свет, за газ, оплата в налоговую инспекцию налогов на зарплату или самой зарплаты. Он пришел, ему хочется взять свечку. Во всех храмах, как правило, есть, помимо свечей, за которые мы просим какое-то пожертвование, есть свечи, просто на которых написано «На пожертвуй». И в ряде храмов есть только такие свечи. Я даже знаю общину в нашей епархии, где полностью вот так все на десятине и основано. То есть там небольшая сельская община, где все друг друга знают, где нет никаких ценников, нигде ни на чем. Но там каждый приходящий жертвует десятую часть своих доходов на нужды общины, на нужды храма. И я вам скажу, это соблюдается там довольно строго. Куда идут эти средства? Да, все очень просто. Храмы отапливаются зимой, храмы освещаются электричеством. В храмах кто-то поет, кто-то печет просфоры, кто-то трудится, убирает, кто-то предлагает церковной лавке те же самые иконы, свечи или другую, или литературу. Все эти люди получают зарплаты. С 90-х годов мы платим налоги, потому что впервые в 90-е годы государство стало считать доработников церкви достойными государственных пенсий. И чтобы наши сотрудники могли получать пенсии по старости, мы платим налоги. А вот на это и, собственно, на сами зарплаты идут пожертвования людей, которые они вносят. Если нет денег, все очень просто. Придите в храм Божий, подойдите к настоятелю, сказать, батюшка, я бедный, у меня денег нет. Он скажет, ну хорошо, милый мой, я могу вот это, вот это, вот это, вот это тебе пожертвовать, или это для тебя сделать, или совершить какое-то таинство. Как правило, проблем не возникает. Больше того, чаще всего те, кто возмущается так называемыми ценниками в храмах, никогда ни разу даже, наверное, не пробовали просто подойти к священнику и сказать, вот у меня нет денег, помогите мне, пожалуйста. А существуют ли вообще храмы или монастыри, где эти же свечи, скажем, бесплатные? Да, конечно. Вот вы можете зайти в Троицу Сергиеву Лавру. Там вообще нет никаких рекомендуемых размеров пожертвований на свечи. Там лежат свечечки, стоит такая стоечка с прорезью внутри. Вы опускаете в прорезь ваше пожертвование и берете столько свечей, сколько считаете нужным. А как же краудфайдинг? А там стоит монах, который смотрит на вас укоризненно, если вы положите совсем мало, а возьмете уж совсем некрасиво, много. Он даже, может, вам ничего не скажет, но вам будет стыдно. Вот. Как правило, он ничего не говорит, конечно, но он просто подкладывает свечи по необходимости. Но, честно говоря, глядя на человека, который молится, а не пытается вам что-то срочно предложить, как-то стыдно и совестно совсем уж не пожертвовать на храм. Тем более, что свечи монахи делают сами, они восковые, они очень приятно пахнут, они большие, красивые, и как-то не пожертвовать бывает плохо. К сожалению, такая система возможна в экономическом смысле только для достаточно большого храма, где много паломников, где, в принципе, много людей, и тех жертвователей, у которых есть совесть, оказывается, достаточно для того, чтобы эти храмы и монастыри содержать. К сожалению, в маленьких приходах, в маленьких храмах такое срабатывает не всегда. У каждого прихода в этом смысле, в экономическом смысле его жизни, своя история. Вот приход, как единица жизни церкви, он и есть, собственно говоря, краудфандинговая площадка. Где-то сложился постоянный пул жертвователей, и можно спокойно не надеяться на рекомендуемые пожертвования в церковной лавке, а где-то не сложился. Где-то физически не может сложиться, потому что вокруг не живут люди, они только приезжают или отдохнуть, или на работу, и там, к сожалению, без просьбы о пожертвовании в каком-то размере храм просто не может существовать. Но надо всегда понимать, что это не ценник, это просьба, с которой мы обращаемся к человеку, и которая всегда может быть изменена, эта просьба, если человеку действительно нужна помощь, поддержка и денег нет. Отец Михаил, но ведь справедливости ради, наверное, следует сказать, что не только православная церковь, а все духовные организации существуют именно таким образом на пожертвования. Я открою, наверное, большую для некоторых тайну. Действительно, многие убеждены, что церковь и другие религиозные организации что-то получают из государственного бюджета. Приходят люди и говорят, ну вас же тут это, спонсируют государство. Нет. В централизованном порядке государство религиозным организациям, вот приходом церквям, храмам, монастырям, средства выделяют только в одном случае. Если это храм-памятник архитектуры, и в рамках федеральной целевой программы «Культура России», например, проводятся реставрационные работы. В эту программу попадают, я вам скажу, не все храмы, а только те, которые представляют реальную историческую культурную ценность. И то вы понимаете, что государственные средства – это средства, за которые нужно строго отчитаться. А вот зарплаты или батюшки-небюджетники? Нет, небюджетники. Вот что вы принесли в храм, вот то самое рекомендованное пожертвование внесли в кассу храма, вот из нее, из этой кассы священник сначала приобретет новую порцию свечей, оплатит коммунальные услуги, выплатит зарплату своим сотрудникам, а потом, если останутся средства, возьмет на зарплату денежку себе. А если поступлений нет? В нашей епархии в таком случае можно прийти к нашему владыке, архиепископу Феофилакту, и сказать, владыка святая, вот такая ситуация, вот у нас вот такие расходы, вот такие доходы, мы концы с концами не сводим. И я знаю случаи лично, когда владыка несколько месяцев, а то и были случаи, когда и лет, платил зарплату из епархиальной кассы, из епархиальной казны, которая собирается точно так же пожертвованиями с приходов. Путем краудфандинга? Да, путем краудфандинга собираются пожертвования, из которых владыка платил зарплату священникам вот таких приходов, которые не могут себя обеспечить в экономическом смысле, но где людям нужна церковь, нужна молитва, нужна духовная поддержка. Спасибо, отец Михаил, о краудфандинге, вернее, наверное, называть это в России пожертвованиями, и методами Благотворительными сборами. Да, благотворительности. Мы сегодня говорили с пресс-секретарем Пятигорской партии Протерией Михаилом Самохиным. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»